А сегодня я бы хотел начать наш очередной вечер И хочу предоставить слово нашей замечательной ведущей Душе уже нашего вечера, Женечке Нашей замечательной Жене Жене Декина Здравствуйте, дорогие друзья Сегодня у нас с вами следующий вечер русского плена Я уже сбилась со счета, и это приятно Вечеров, значит, у нас было уже много И сегодня мы с вами вечер пройдет так Для того, чтобы у нас проза и поэзия и театральные постановки друг друга дополняли И мы все время были в таком приподнятом настроении И мы будем это все чередовать в особой очередности Сначала я представлю участников У нас сегодня это Владимир Пивонов и Ирина Сафронова Мы очень их любим и с удовольствием послушаем Сейчас я сделаю маленькое представление о Владимире Пивонове И потом мы послушаем его стихотворение в исполнении актрисы Владимир Пивонов родился в Донецкой области в 1964 году Окончил Московский георазведочный институт Работал слесарем на металлургическом заводе Помощником бурильщиков, буровым мастером Чернорабочем в монастыре, корреспондентом, менеджером Издавал литературный журнал «Родомысл» Печатался в различных изданиях, в литературной газете В кольце А, Дети, Ра, Бельске и в Ростове море Тут огромное количество Автор трех книг, пастуший сумки Патерик Папа и голуби, прозы, гудели, шмели и стихи Член русского панцентра А сейчас я попрошу выйти сюда актрису Ирину Валентиенко Которая прочитает стихотворение Владимира Здравствуйте Дырявый камелот, среда и скользотей Ты будни запихал поближе к Гондурасу И завалился сам И завалил плетей Всу гробно воздыхал и замыкал на массу Копеечная жизнь снежинкой на лице Не таяла совсем И нежно щекотала Вот снайпер зиму взял в оптический прицел Прищурясь, проводил до самого вокзала А на вокзале Че Гевара и Фидель Электричка ждет, хорон за машиниста Билет в один конец До три девяти миль Прощается зима Гудбай, астала виска Весна, не строчки за душой Во всю мортует жизнь Однако с досады Точку с запятой Влепил туда, где спит собака Зашевелилась в конуре С просони зарычала псина А я небрежно и теря Под крышу ласточком закинул И восклицательнейший знак В кустах смородиных столпычет И на пригорке просто так Трава дефиски в небо тычет От фразы оставляю Ах, уместны громкие иканье Весна Родились в попыхах Стихи без знаков припинания Нам ли нынче до весны Нас упутали снегами Вместе с клумбами домами Нам ли нынче до весны И опять мы топчем тропы К марту или же глютвесту Выражаемся не к месту Или к месту Мокнут стопы Мокнут стопы Мокнут мысли Ветер дует без последствий Снег идет От этих шествий Мокнут стопы Мокнут мысли Промокнем глаза платочком Перед входом в магазин Покупаем маргарин А на кленах пухнут почки Спасибо большое А сейчас я приглашаю на эту сцену Бориса Тимофеевича Евсеева Который написал предисловие К одной из книг Владимира Добрый вечер, дорогие друзья Я о стихах Владимира Пимонова писал И, конечно же, очень ценю их Но в последнее время стал ценить и прозу Более того, сейчас, сегодня я как человек Который не может уже не излагать своих мыслей на бумаге Наверное, это болезненное уже явление Я все-таки написал и частично прочту Потому что тут есть цитаты Я хотел бы выделить самое главное На мой, конечно, взгляд Прозе Владимира Пимонова И первое, что я хотел бы рассказать О том, что стихи Владимира свежи и молоды Сказать это ничего не сказать Потому что воспринимается это только в контексте возраста читателя Хочу сразу сказать Никакого отношения к возрасту молодость текста Не имеет ни малейшего отношения Это совсем другая категория О которой замечательно говорили наши ученые Я не буду их перечислять Молодость текста абсолютно не связана Вот с возрастом данного автора Когда Пушкин написал Зорю вьют из рук моих Ветхий Данте выпадает На устах начатый стих Неоконченный затих Звук далече улетает Вот эти стихи значительно более молодые у Пушкина Чем его стихи лицейского периода Которые часто отдают некоторые инерции Несмотря на то, что Пушкин писал их молодым Затургом в таком возрасте И что это делать? Что такое молодость текста? Об этом говорили замечательные наши ученые Но я очень коротко скажу Это когда наждаком просто Вот берешь наждак и счищаешь своей кожей Со своих пальцев, с пучек Со своего языка даже Ну вот так вот Присохшую шкурку инерции А также налеты всяческих и всех штампов Короче говоря, молодость и свежесть текста Определяется, дорогие друзья, двумя вещами Необычными культурными контекстами И художественной информативностью текста Вот пример из Владимира Пимонова Царица штопает носки Царь управляет государством Царевич пыльный от тоски Глотает сладкое лекарство Здесь все контексты и дальше Я не буду читать стихотворение Не забираю время Неожиданное А информативность в этом стихотворении Вне досказанности Которую дополняет сам читатель Который понимает А, я понимаю в каком это государстве А, мне понятно, что будет Второе и очень важное Стихи Пимонова Вещные Вещные А слово вечность От вечности до вечности Только один шаг Вот, например, такой вечный стих Замерзшие слова Узорами на льду Поэзия мертва Душа ее в аду Очередной поэт Отбрасывал коньки А в дырке сигарет Мелькали огоньки Вот эти огоньки Я, конечно, вижу И от них нельзя избавиться А вот еще вечность Давай прогоним к живописцам Они медлительны и нудны И отбирают шторы Обтирают шторой кисти И краской брыжут на паркет Пожалуй, крикнем фотографа Пускай с собой захватит водку И баночку балтийской кильки Ему закажет наш портрет И с благодарной отрыжкой Развалимся в удобных креслах Чтоб вздрогнуть Об внезапной вспышке И навсегда окаменит Такой вечный стих От слова вещь Он как вещий сон Он оживляет груды неживой материи Которая наросла за столетия На стихи Особенно на рифмованные На метрические стихи И, конечно же, как маленький творец Владимир Пивонов Подражает здесь большому творцу Который создавал картины нашей жизни Он создает малые, но превосходные И что он делает? Он не только создает Вот такой, например, стих Вот червяка воздушным змеем назвал Теперь червяк летает Он пересоздает то, что создано природой Ну и два слова о соотнесении прозы со стихами Я в последнее время читал прозу Владимира Пивонова И это очень важно Вот его книга, например, «Пастушья сумка» Там очень хорошие настоящие рассказы Есть и притчи, кстати «По шпалам и убить мытаря» Это рассказы о лесной пустыне и небо в чайниках Притчи Ну, прочитал я позднюю книгу, которую мне недавно подарил Владимир Эта книга называется «Папа и голуби» Она полудокументальная Но, тем не менее, она не теряет Документализм имеет свою поэтику очень-очень важное Что тут надо отметить? Поскольку он пишет стихи У Андрея Белого все стихи были Вся проза была пронизана стихотворными структурами У Владимира Пимонова, наоборот, вся проза пронизана настоящей поэзией Это было очень хорошо Это начиналось еще делать Некрасов Потом это делал Борис Пастернат То есть проза обогащает, как только может, поэзию Сочетание этих двух вещей рождает абсолютно неожиданные контексты Ну, в общем, я прочту еще одно маленькое стихотворение, которое не могу не прочесть Я попал в метромир, в ренессанс стебельков В изумрудный ампир, где семнадцать жуков Притаивших сидят под широким листом А слепой шелкоплят отдыхает на нем С богомолом кудрым мы молились вдвоем И фиалковый дым воскурили потом Позовут у подруг, необъятых собой Стелет марлю паук Крестоносец святой Так лилические стихи становятся центром мира Так лилические пустяки, которые заметил Чехов и сделал прозу поэзии Переходят у Пивнова из одного рода литературы в другое Спасибо ему за прозу и за стихи Сейчас я хочу представить вам Елену Сафронову Которую вы все, конечно, прекрасно знаете Но все-таки Она родилась в Ростове на дому На дому живет в Рязани Поэт, прозаик, критик Печаталась в региональных изданиях Литературных журналов «Намер», «Адамушел», «Утро», «Первоцвет» Автор сборников стихов «Хочу любить» и «Баллады судьбы» Редактор рубрик «Прозы», «Критики» и «Публицистики» Литературного журнала «Союза писателей Москвы» «Кольцо А» Член Союза российских писателей и Союза гуманалистов России Лауреат национальной литературной премии «Золотой пюро Руси» 2005 года Остафьевской премии Премии Союза писателей Москвы «Венец» Я на самом деле про кого не начну искать информацию Я везде всегда нахожу Елену Сафронову и критические отзывы обо всех Я поражаюсь ее работоспособности А сейчас мы послушаем ее рассказ, который нам прочтет Ирина Митрофанова Только радость впереди Отчего люди не летают, как птицы? Молодого Катерину Островского, пьеса «Гроза» Я очень хорошо знаю школьную программу И только литературу Я отличница по всем предметам И у меня выдающиеся результаты тестов И как меня все достало? Катерина Укласька и ее правильная жизнь тоже достала Она что говорила? Мне иногда кажется, что я прижился Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела Были не способны летать до тех пор, пока сами так считали Катерина это тоже чувствовала Только она неверный способ полететь выбрала У нее ведь не было дельтаплана, параплана Чтобы с горы не камнем вниз, а взмыть к небу А вот поезда в полку Катерины уже были И что и стоило? Прийти на станцию, забраться на крышу вагона И проделать там путешествие с Петербурга в Москву Видите, я и родище вычитала Ну конечно, поезда ходили тогда не с такой скоростью, как сейчас И вообще не со скоростью Но испытать новые ощущения Катерина смогла бы Это я ей гарантирую, как зацепер со стажем Знаете, какой это кайф? Просто уцепиться за дверь последнего вагона электрички И проехать от города до соседнего полустанка Вид вокруг совершенно не тот Как если тупо смотреть из окна вагона Казалось бы, какая разница, только обзор с двух сторон Но чувства Ты стоишь в туннеле ветра И у тебя полное ощущение полета Нет, половинное На хвостах с электричкой я каталась, когда маленьким зацепером была Начинающим Настоящий полет – это когда лежишь с животом на крыше А реальное космическое путешествие – когда устраиваешься позом на антенне и раскидываешь руки Да, мышцам золота больно, но я тренированная Меня все детство водили в спортивную секцию В студию танца, на детский фитнес Хотя бы за это могу сказать спасибо предкам Они, конечно, не думали, к чему меня готовят Они ведь скучные, рассудительные люди системы Наш мир захватила системы И не говорите мне, что вы этого не замечаете Силы тьмы присматривают за людьми Чтобы они так и пребывали в серости, в рутине Кто эти силы? Техника Вся наша техногенная цивилизация Мы уже ничего не сможем без механизмов и всяких гаджетов Нет, электричка – полезное изобретение Я про смартфоны, банкоматы, терминалы и прочую грей Да, с ними удобнее, они облегчают нам какие-то дела Но что получается потом? Мы не имеем ни сил, ни желания что-то делать самостоятельно Мы не верим в себя Мы не ощущаем себя свободными Делаем только то, что надо А надо-то не нам, а другим Системе Я не хочу жить так, как мои родители Я их люблю, но жалею У них в жизни не осталось никаких радостей И уж тем более я не хочу быть такой, как мои педагоги Хоть в школе, хоть во всяких там студиях Их не жаль, они тупые, убогие, неинтересные роботы Не знают, что такое свобода А вдалбливают нам монолог Катерины Хотят сделать из нас таких же роботяг Время наше заканчивается Окей, не вопрос, видите, у вас система Вы же сами меня звали на интервью Заявить в манифест зацеперов И не хотите меня послушать подольше, понять получше Еще существуют свободные индивиды, кого не захватила эта всеобщая подавленность Эти люди стремятся испытывать детскую радость жизни И делиться ею с каждым желающим Это мы, зацеперы Хотите с вами поделить? Я так и думала А представьте прикол Когда ты приезжаешь на крыше электрички в пригородный поселок Как он там, угольный или угловой А с перона бабушка на тебя крестится Не знаю, что ей показалось Только она кричала свят, свят, свят И крестила себя, потом меня Ну да, я была в этой маске И в трекоз для зацепинга Это термобелье изначально На крыше холодно в воздушном потоке А бахромой я сама к нему пришила Маска, потому что родители жалеют Не хочу, чтобы они меня узнали на роликах Ролики обязательно часть нашей жизни Я сама сколько раз снимала с крыши электрички Мир предстает другим Ты как будто с Марса на него смотришь и знакомишься впервые Мы наши ролики сливаем на Ютуб Мои видео, даже конкурсы там выигрывали Я ведь все делаю очень хорошо Никого мы не агитируем А просто показываем, как можно быть свободными И как? Вы не представляете, какой адридолин Дает чувство полета Помните детскую песенку? Только небо, только ветер Только радость впереди Вот так и у нас Наши ролики масса лайков собирает Значит, нас слышат, нам верят И хотят испытывать ту же радость Нет, по именам нас узнать нельзя У нас у всех ники Имена, которые нам дала система Мы не уважаем У меня ник Квазарина От слова Квазар Это самый яркий астрономический объект У Вселенной Ядро активной галактики Оно как бы в постоянном взрыве Потому что светится И мы его с Земли видим Я хочу быть такая же яркая и обыкновенная Как это небесное тело Уважаемые телезрители На этом программа «Наш город» Прощается с вами Поговорила кокетливая телеведущая Седой мужчина с моложавым лицом Резко свернул и крал компьютера В тот раз он пересматривал телеентабью Своей дочери Риты Маргариты Дроновой И не мог смириться с тем Что тут она такая живая, красивая А через два дня На крыше вагона электрички Не удержалась на ногах Отступилась и упала На блок питания электрополиса За эти секунды, что потребовались для опоснания тела Отец посидел Он снова и снова крутил ролик Слудово прокрутить жизнь назад Ничего не менялось Ему было бы ворать совещать жену Психиатричной клиникой Спасибо, Ира А теперь мы наконец-то дадим слово авторам Владимир Пимонов Я когда зазывал ребят Делал здесь Ну, в фейсбуке Делал как бы Компанию Зазывательную Я писал о том, что Мы ведем переговоры С московским цирком По поводу Запашни, в частности О том, чтобы присутствовали кошечки Лиши здесь В этом зале Опять же, мы собирались Я как-то собирался Исповедовал, что будет белый рояль Я собирался как-то его использовать Думаю, в этом деле Вот Ну Вот Все-таки запашни пошли На встречу Спонсор нам дал денег Мы договорились Оплатили все Вот Ну, вот Мы кошечку одну такую большую Несколько Аплодисменты И вот Стою тоже Вот Ну, здесь подвижно Вот Айлана 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 Ну, такое начало В связи с этим Одно стихотворение Ой, как же она начинается Сейчас я подсмотрю Бродит лев по пляжу Ветер Треплет гриву Ничего не скажет Пляжник Льющий пиво Ничего не скажет Будто ращит очи Бродит лев по пляжу Нервный, между прочим Будто жизнь Отмерев Выпьет Пляжник Банку И предложит Зверю Валерьянку Ах Какая смелость Вежливо Учтиво Только Льву Хотел Импортного Пива Все А теперь Для меня Такой Ребята У меня такой Неожиданный момент Я всю жизнь Мечтал Почитать стихи Под аккомпанемент Гитары Под аккомпанемент Ну вот Человек Саша Свиридова Саша Ну давай мы как-нибудь Организуем Здесь Поезд Накрыт Оренбургским Плотком Утро Напрасное Время Без шуток В первом Вагоне Народу Битком Сердце Упало Куда-то В желудок Парень В наушниках Смотрит В упор Под потолком Старикоза Промелькнула Родом Из тамбура Наш контролер Тычет в лицо Пистолетный Обдуло Белка Колодят Борельсом Хвостом В ухо Залез Таракан И щекочет Хочется Жизнь Отложить На потолку Спрятать ее Между Строчек И точек Не читайте Стихи В электричке Ни хаяма Ни блока Ни фета Налетят Друг Дрозды И синички На макушку Нагадят За это И протяжные Песни Не пойте В электричке Не место Аиде Рот откроется Тотчас Закройте Лишь в окошках Устало Смотрите В электричке Не место Субботе В небе Слева Закат Помидоров Вечер Умер А вы Все Живете И готовы Убить Контролеров В духоте Электрического Вагона Не услышал Прощатого Стона Лишь Трещал Электрический Ток Предлагая Водичку И сон Хорошо бы Пивка И кальмара И морозного Воздуха Даром Что бы В глотке Запутался Вдох Остальное Считает До трех Бог Спасибо Ну вот Такой Мы Попробовали Сейчас еще В этом блоге Еще на стихотворение Делима Сафроновой Это блог Посвященный Электричке Начало Галутвин Потом Духовицы Чуть дальше Рязань Перекурно Вокзале Привычно Рабею Под взглядом Милиции А в общем Все славно Почти В идеале И снова Дрожащая Плоть Электрички Турлатова Проле Перевлес Умкосова И мысль Ни о чем Будто Бочки Затычка И цены Мои Приближаются К бросам Банкротство Быть может Приводит К спасению Но мне ли Родить О приятии Нищенства Субботы Проходят И нет Воскресенья И орбит Во рту Имитация Пиршества Длифующий Май Сыпет Снегом Внепланово Чудачки С гитарой Вокалом Достали Колесный Там-там Ритмы Пробуют Заново А в общем Все славно Почти В идеале Лена Сфорнова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поскольку Как Тут Спасибо Справедливо Прозвучало Что Я критик И везде Можно найти Мои критические Следы Ну почти Везде Вообще-то Справедливость Требует отметить Что И Владимир Пимонов В настоящее Время Очень Активно Пробует Себя В критической Ипостаси Однажды Он был На семинаре Критики Совещания Молодых Писателей Москвы И Я надеюсь Что Может быть Еще Будет Ну По твоей Мере Владимир Себя проявляет В качестве Критика Рецензента Часто Появляется На страницах Журнала Кольца А Со Своими Рецензиями Критическими Статьями К чему Вся эта Треамбула К тому Что Мы Решили Что В нашем Положении Ну Просто Грешно Не Обменяться Еще И Критическими Оценками Друг Друга Благо Они Уже Написаны И Тоже Существуют В публичном Пространстве И Вот Скажем Что Я Конечно После Бориса Тимофеевича Кажется Что Сказать Нечего Про Стихи Володи Но Я Все-таки Попытаюсь Тем более Что Рецензия Была Уже Написана Большинство Стихов Которые Звучат На этом Вечере Были Опубликованы В поэтической Книге Владимира Пимонова Гудель Шмель Вышедшие В серии Библиотека Журнала Родомысл В 2014 Году Стихи Уже Проверены Временем Литературно Художественный Журнал Родомысл Тоже К сожалению Проверен Временем Пимонов Журнал Объединял Авторов России Донбасса Украины Звонкое Слово Родомысл Означает Рождение Мысли Это Древнеславянское Божество Дух Мудрости Красных Речей Податель Благих Советов Попечитель Рода И покровитель Закон В некоторых Славянских Общинах Родомысл Почитали Даже В качестве Бога Написано На сайте Родноверов Почитателей Славянских Родимов Иными Словами Символизировал Позитивное Творящее И гармонизирующее Начало А иллюстрировала Его книгами Библиотека Журнала Родомысл Ну вот Уже Более Десяти лет Журнал Не выходит И нынешние События На Донбассе И в Украине Тут ни при чем Погубили Все это Делать И реальные Финансовые Трудности Но довольно Негативно Все поправимо Пока человек Жив и творит А Владимир Пимонов Находится В лучшей Паре Жизни Действуют согласованно И помогают совершить То, на что Раньше не дерзал Примерно То же удалось Половине персонажей Моего рассказа Зона комфорта Где персонажей Всего два Зона комфорта Она идет По вагонам Электрички Привычно Отодвигая двери И упруго Покачивается При каждом Толчке Машина Сохраняет Равновесие И стойкость Тело Давно уже Сроднилось С пригородным Поездом Она идет В направлении Туалета Она знает Этот поезд Как свои Пять пальцев У него В двух Вагонах Из восьми Есть туалеты К тому Что в четвертом Она и стремится И вдруг Занеся уже Руку Чтобы бездомно Открыть дверь Гармошку В следующий Вагон На другом Конце Прохода Замечает Его И останавливается Ритм Ее Запрограммированного Плавного Движения Она отшатывается От двери Тревожно Смотрит Через Музоватое Стекло Да На противоположном Краю Вагона Стоит он С большой Наплечной Сумкой Из сумки Он извлекает Пластинку Таблеток От комаров Комнатный Фумигатор Средства От молитв Слепли В маленьких Тюбиках Связку Ярких Прищепок Убогий Ассортимент Вагонной Торговли А губы Его шевелятся Произнося Столь же Незабысловатую Речь Она прячется На стенку В тамбуле Рядом Прислоняется К белому Пластику Будто внезапно Обесилила А потом Спешит назад На свое место У окна За столбленная Горка Пуховиков В седьмом Вагоне У них У всех Кто едет В этой электричке Каждый день На работу И с работы В столицу И из столицы Есть любимые места Чужие места Стараются Не занимать Разве что Попадется человек Случайно Севший в электричку На один проезд Сегодня Чужаков Не было И она Как всегда Обосновалась У окошка А потом Почувствовала Дискомфорт И пошла В туалет И по пути Заметила Его Она садится На свое место И укутывает Плечи Пуховиков Пуховик На третеке Это успокаивает Она Она Недовольна тем, что ей требуется успокоение. Подумаешь, не видал столкнуться с бывшим любовником. Она принимается за аутотренинг. Некрасиво он с ней поступил. Уехал однажды с такой же вот электрички и с концами. Впрочем, электричка была похожа, обычная деревяшка. Он говорил, что работает в столице свободным художником. И креативные конторы, и рекламные агентства, и продвинутые издания пользуются его услугами, потому что он уникальный талант по части имиджевой рекламы. Любая из фирм готова принять его на работу. Предлагают служебное жилье. Но он не соглашается на переезд. Он любит маленький городок, в часе пути электричка и от столицы, в котором они оба живут. Он здесь родился, в детский садик ходил. Его здесь мама за ручку водила. И он хорошо себя чувствует. Только тут. И город его зона комфорта. Есть такой термин в практической психологии. И у него тут мама и кот. Им ведь в него будет плохо. И она верила. А ведь очевидно было, что даже в их тихом городке есть интернет-связь. И все креативные заказы легче не на электричке отводить, а по-моему сбрасывать. Но влюбленная женщина глупость. Ей хотелось верить, что помимо мамы и кота, в городе его удерживает она. А она не рисковала перебраться в столицу, ибо от добра добра не ищут. Работает учительница истории в городке, в школе на хорошую счету и отлично. Стоит ли от размеренности и стабильности уезжать в дальнее, неизведанное путешествие, целые частные электрички. К тому же у них, казалось, все шло, если не к свадьбе, то к совместному проживанию. Но в тот день, пять лет назад, он действительно уехал на электричке в столицу. На мозговой шторм в известное креативное агентство. Разрабатывать концепцию сбыта новой линейки мясопродуктов. Это будет стоить хороших денег, уже договорено, какую сумму он привезет из столицы. И вот тогда они смогут поехать в путешествие, о котором она так давно мечтает. Брейн Атака продлится день-два. Не сегодня, так завтра он позвонит ей из вечерней электрички. И она с энтузиазмом махала рукой ему за окном, вагонному зеленому боку и хвосту поезда. Он не позвонил. Она решила устроить сюрприз. С шести вечера проторчала на вокзале до одиннадцати, когда пришла из столицы последняя электричка и выпустила петок остальных путьников. Его не было среди них. Абонент был временно недоступен. Еще ни один вечер провела она на вокзале, встречая электропоезда из столицы. Адреса одноэтажного дома в частном секторе, где у него жили мама и кот, как было осознанно в одной из пустопорожных дней на пригородном вокзале, у нее не было. Ей сообщили только сериальное описание. Дубик с крылечком и витым плющом, три окна в палисадник с мамиными цветами. И все-таки она предприняла еще несколько попыток. Дождалась каникул и каждое утро ездила в столицу на той же электричке, на какую его в тот день проводила. По пять раз проходила состав взад и вперед, удивляя контролеров и раздражая дремлющих пассажиров, кому заглядывала в лице. И каков результат? Был один. В последний день каникул она приехала в столицу, бесцельно покружила по улицам и зашла в здание гимназии. И вышла на широкое крыльцо, ошеломленное тем, что завтра ей было велено явиться с трудовой книжкой. Молодая историчка внепланово отбыла в декрет, и педагогиню из пригорода спешно наняли в победу. Она уже пять лет ездила на работу на утренних электричках. Можно было бы снять жилье в столице, зарплата преподавателя гимназии позволяла. Но у нее, в городке, в соседней пятиэтажке жила мама, а дома вот. Это была ее зона комфорта. А вчера среди джусеров, попросту разносчиков, его не было. И позавчера. Сегодняшний день, вероятно, был его дебютом. Явится ли он завтра? А послезавтра? Разочаруется в частном ремесле разносчика или применит к своему свою креативность? Если применит и задержится, не подумает ли о съемной комнате в столице? Нет, много чести. Никто не сможет нарушить ее зону комфорта. Здравствуйте, уважаемые пассажиры! Всем вам счастливого пути! Позвольте предложить вашему вниманию товар, необходимый от каждого хозяйства. Например, суперклей. Он стоит косо, боком. Устал и с ума оттягивает плечо. Перед ним возникает женская фигура. Вы хотите приобрести суперклей? Пожевляется он и смотрит на лицо. Вот, пожалуйста, и осекается. Здравствуйте! Вам слей? Нет, спасибо, отвечает она. Дайте пройти. Ну, мы захватили. Нормозим? Ну, Лена начала пикировку. Ну, это не пикировка, такая легкая пехтование нашими рецензиями. Я прочту небольшой кусочек из рецензии, я ее так и называл. Ну, это не рецензия, статья о дымчатых полутонах меланхолии. Это книги, Лена, о книге рассказов Лены, портфель меланхоличной художницы. Вот, это рецензии. Наиболее выгодно, я думаю, классно подходит к этому рассказу, очень щемящий рассказ, очень жизненный. Это все просто, ну, видишь. Наиболее выгодно, на мой затейливый взгляд, в творчестве Елены Сафроновой смотрятся рассказы, в которых главным героем выступает, кто бы вы думали, как вы думаете, кто вы угадали, женщина, она самая. Дальше идет перечисление героинь, ну, не скидывая. Все они хрупкие, на первый взгляд, не приспособленные к жизни существа, которые, тем не менее, пытаются вырвать у судьбы хоть немного жизненного уюта. Они, как те пресловутые лягушки, взбивающие молоко до консистенции масла, только взбивают не молоко, а российскую нашу действительность. И все сафроновские женщины достойны лучшей доли, лучших принцев, а главное, любви, хоть самой капельки. Их нужно носить на руках, смотреть с невмерным обожанием и нежностью. Вот они, такие талантливые, ответственные, надежные, преданные, готовые на самопожертвование, сами дарят подарки своим влюбленным, делая предложение слабым, безликим мужикам, продая от одиночества. Это Лена Сафронова с ее книгой. Вот, у нас начинается четвертый блок, так, какой четвертый, я забежал, второй блок, я думаю, как-то надо использовать эти все, я с содроганием на них смотрю, ну и давайте попробуем. Как они веки не приспособятся? Ну, пусть, да. Маленькие, большие. У страха маленькие стихи, в них присутствуют мухи и лопухи, в них рифмы бегают по воде, и стихи эти светятся в темноте. Но есть еще большие стихи, они начинаются от стихи и упираются в небосвод. Упало облако в стакан, торчат снаружи только пятки, его мы выплеснем в туман, потом со дна допьем остатки и, напивая чепуху, полезем, как всегда, в бутылку и не заметим, что вверху вдруг получилась в небе дырка. Мне никогда не сочинить полет и приближение сойки к ловушке, где петелька и нить. Учитель мне поставит двойку. Мне никогда не прочитать в раскрытой книге след синицы. Учитель, мне ли отрицать, что заслужил я единицу? Пусть не тревожит это птах. Не получился орнитолог. И вновь рисую на полях то кукиши, то женщин голых. На пригорке, где копытцами поутоптана трава, собирает конский щавель, авень. Овцы облачные, глупые, здесь имеют все права, не имеет в сердце камень, каин. Благодать волною стелется, пальцы нежно теребит. И ржат протяжно песню пчелы под оливами у озера. Безмятежно Ева спит. И отдам ей снова синица голым. Гудели шмелики, и мы гудели. Непревзойденным и чистым гулом метели, роторы и пустомели. Собрались вместе одним аулом и возлежали на скромной травке. И пили пиво, редиску ели. Гудели шмелики, ползли козявки. Догушки квакали, и птички пели. А может, не было козявок с птичками. И квак в воде ручья терялся. Но был костер, зажженный спичками. И тот костер дымил, старался. И вдруг в дыму почти отчетливо Секвои, Африка, пигмейцы малые. Так шмель, так хмель, покрывший нас всех, Заботливо рождал прострации, мысли шалые. Метели ухали, гудели шмелики, метели ухали. По рюмке ползала коробка божья. А мы лежали все кверху брюхами. И загорали своею кожей. В названии Коева кокетливая «э» Сродни бесхитростной радости подростка, Узнавшая новое слово И не умеющая воскрыть от этого открытия радости. Парадоксально радостна его строчка «В них нежность города берет». Только у хорошего человека и тонкого поэта Города берет нежность, А не смелость, бдительность Или ракетная обстановка грамм. Всей этой амуницией место в другом, Якобы взрослом, якобы умном мире. А в мире вечной детскости Человек запанибрадо с небом, Но старается жить так, Чтобы не получилось в небе дырка. И, кстати, из мира вечной детскости Плюшевые игрушки, Кисоньки, вот эти, Маракасики. Кстати, не думайте, Маракасы еще впереди. Все предстоит. Все, что обещали, все выполню. Это мы хорошие дети, послушные. Все, что обещали. Так вот, жить так, Чтобы не получилось в небе дырка, Это быть истинная креда Владимира Пимонова. Каким я его знаю? А я его знаю в этом году Уже, наверное, 15 лет, кстати. Круглая, хорошая дата. В каноническом тексте молитвы Такое состояние сознания и поведения Называется страхом Божиим. Человеку Владимиру Пимонову Страх Божий присущ. А вот поэту Владимиру Пимонову Не всегда. И он осознает, что порой заслужил Единицу от всеведущего учителя Большой буквы. Но по его поэтическому мнению От таких человеческих слабостей Не свободен никто, Начиная от библейских персонажей. И рождается стихотворение О Каине и Арини С очень интересной структурой рифмовки И с не менее интересной жанровой сценкой Избыток первых людей на Земле. Такое ощущение, Что именно с этой картинки Пошла в искусстве традиция Художественного отображения Жанровых сценок. И я не внесла в эту традицию Свою скромную лепту, А озвучить эту мою жанровую сценку Мне поможет Алексей Турбин. Алексей Турбин. Лёша, всё распечатано. Елена Сафронова. Вечный исторлей. Рассказ моего мужа О службе в армии лейтенантом После института с военной кафедрой В Чертокуличевском гарнизоне Кишки-Тымской области Сродни истории пробрала солдата Швейка. Только покороче. Прилетаем в Чертокуличевский гарнизон. Распределяемся в военный городок. Посреди степи Двухэтажное Обшатанное здание Наполовину пустое. Подполковник Мондолеев Командир части Отдаёт приказ Заселяетесь, какие хотите квартиры Но большие не берите Мыть забодаетесь Старший сменой в квартире такой-то В квартире такой-то Я и коллега по несчастью Тюлькин Долго мнёмся на лестничной клетке Нам не открывают Но за дверью слышится возня Наконец Стравежон Человек с улыбкой и жутким шрамом На щеке Наспахивает дверь мне по лбу И кивает Заходите, мол Это старший лейтенант Верхняков Мы ему отреки бандовуемся По форме Он морщится Кивает на кресло в единственной комнате Садитесь и будем знакомиться Вышел И с грохотом Вкатил в комнату Стиральную машину Сибирь С большим Круглым баком Для полоскания Ну, говорит Будем знакомы И поднимает Крышку бака В машине Брашка Полный бак Нормальная Вечерняя доза Старлея Верхнякова В этот раз Её пришлось Разделить на троих Верхняков остался Ни в одном глазу И очень недоволен Нам же с Тюлькиным Хватило Чтобы почувствовать себя Персонажами анекдота Лучше бы я умер Вчера Мы выжили И всё бы ничего Как бы с утра Не на дежурство Небо Родины защищать Чертокуричинский гарнизон Специализируется На радиоразведке Приползаю я на службу С рожей света хаки В один тонн Со своей наверхенькой формой Хреблю Лейтенант Родатов На боевой дежурство Прибыл и готов Защитить Небородиной Блин А кого я честь Отдаю и докладываю Центр управления пустой Только на командном Пульте управления Букарится Нечто темное Это был спящий Старлей Верхняков Сначала я вздурагивал Заставая его В позе трупа Дунул Сердце что ли Не выдержало У бойца Потом привык Верхняков Приучил себя Дрыгнуть по стойке Смирно Не задевая Рычажков Поднимал его С пульта Только троекратно Повторенная мантра Глядь Небо Родины Глядь Небо Родины Глядь Небо Родины Услышав Он не открывая глаза Садился на пульте Ладонь кидал Киску И отвечал Небо Родины Безопасности И шел домой Закрытый Береглазань Собор Небо Родины Старлеев Верхняков Входил уже Десятый год Капитан ему Не светил Так как Как и перевод В другую часть Подальше от Подполковника Мандалеева Любившего Старлея Как собака Палку Потому что Старлея Его не боялся Это было при мне Под Новый год В гарнизоне Устроили баню Подполковник Мандалеев Назвал себя Знадоком Русской бани Он выкашел Бутылку из горла В предбаннике Разделся Покатил Свою пузо В душевую Где полустол Его и намылил Все свои Выбухлости Душистым мылом И полез На верхнюю полку В парилке Пробовал Плечь на первую пару С ним Несколько Старших офицеров Младшие офицеры Толпились В предбаннике В ожидании Охладевшего пара И вдруг Раздался грохот И подполковник Мандалеев Вывалился На собственном Организме Испорной Он застыл На попе Посредникательного Пола предбанника Физия его Выражала Полный шок Несколько секунд Он шлепал Толстыми губами Затем просипел Какая гладь Намылила Все лавки Какая гладь Зато грохнули В пыльбаннике Мандалеев Усунулся назад И мы засунули Ворты Кулачки Но не переставало Ржать Старлей Верхняков Это не мы Лавки намылили А ты Жопу себе Намылил Вот и спекировал Как горный орел Объяснил Он Мандалееву Как после этого Мог к вечному Старлею Относиться Командир части К вечному Старлею Добавлен Который Однажды Его послал В самое место Верхняков Объяснил Мандалееву Принцип Действия Радиопередач Разжевал Как ребенку Трижды И три раза Мандалеев Ответил Брось Выпендриваться И пальцем Покажи Да пошел Ты на С облегчением Сказал Горкняков Мандалеев Чекандрат Не обнял Я тебе Раз рассказал Как работает Транспередач Два Три Это седьмой Класс школы Ты не понимаешь Значит Ты Тупой Что мне тебе Четвертый раз Повторять Да пошел Ты на Когда я служил Срочно Наши войска Еще не вывели Из Афгана И люди Побывавшие За рекой На юге В глазах всех От мала до велика Были Неподдельными Героями Мы с Северхниковым Отправились Увольнение Вишкитым Зашли Естественно В пивную Рожу Верхникова Если кто Позабыл Украшал Шрам От уха До носа Он сидел С муглой В военной форме Со шрамом Пил пиво По одному По два К нам Стали подтягиваться Человек десять Расселись Кругом Якобы Сидя Сами По себе Один Робко Спросил Верхникова Братан Ты с юга Да Блоконечно Обронил Верхников В глядя Почти пустую Кружку Ему раз И поставили Десятых Пустых Полных Кружек Верхников По-прежнему В глаза В пол Взял ближайшую Сдул пену Постепенно Отпил И как там Требетом Вытерсался Тот же голос Верхников Померзнул С ответом Жарко Прозгласил он И сделал Гигантский Глоток Верхников Был родом С Ташкента Шрам на физии Он заработал Едучи по пелке На велосипеде И не сумев Обогнать Троллей Капитана Он получил За несколько дней До того Как кончилась Моя срочная Потому что Мандалеева Сменили На приличного Человека Новый командир Части перевел Верхникова Куда-то поближе К месту рождения Я после службы Написал Верхникову А он мне Не ответил Да был ли Думаю Вечный старлей Или он Не примирещился Как вековая Мечта Младшего Офицера Послать Куда-то подальше Старшему Позвоню У нас третий блок Третий блок Начинается С моих Стихов Это так сказать Родственные Плены Отбирала Плены Отбирала Ну придется Читать Брату Брату Саше Которого Сейчас нету Подвел Ну зато Прислал вместо Себя Дочку Свою Настя Бахни рукой Брату Брату Саше Не унять Не понять Не посеять Тихой улице Хлипкую скуку Пал туман Вместе с вечером Девять Потревожил Облезлую суку И в облайном Сукой пространстве Задрожал огонек Сожалея Что зануда Репейник Убранством Уколол Близорукую Фею Тени Нежных Моих Привидений В дом Стучались Стрельнуть С сигаретки Нас Напутствуя На жизнь В отчаянном Быту На песнь Увы Безгласную И на погоду Как мечту Безвитренную Ясную Дочери Дочь Махни рукой Где ты? Вот дочь моя Аня Зачем же выдумка моя? Я хлопал на тебя Ногами Это неправильно Зачем же выдумка моя? Я топал Я топал на тебя Ногами Вот пластилиновый Араб Кромсает Булочки Ножами Вот пластилиновый Верблюд Трясет Горбами Над подушкой И пластилиновую Пыль Себе я сыплю На макушку Слезу Медовую Свою Твою Ловлю Шершавые Ладони И мной Придуманный Восток В них Безнадежно Тонет Тонет Лариса Лариса Махни рукой Вот это моя жена Лариса Захолустный Нордос Буйной зелени Вятки Задержался На день И стареющий Грей До заката Бродил Босиком По брусчатке И вдыхал Ароматы Знакомых Морей Занесло И сюда Непонятно Откуда С наслаждением Вдока Рождается Чудо Над Макушками Лип В наливных Небесах Галеон Выплывает На всех Парусах И трещит На ветру Полыхает С закатом Полотно Парусов Под Востошенным Вглядом Но Феерия В сумерках Скрылась И моль Беспокойно Металась У лампы В гостиной По Протрогшему Грею Седая Ассоль Долго Парила Ноги Кормила Малиной Андрюша Новикова Я бы С удовольствием Сказал Андрюша Махни Рукой Андрюша Нет С нами Увы У греша Тела Моего Держинствует Притык Скапотни Где Жизнь Чем Дольше Тем Залетней Влочит Дремотно Существо Существование Отнюдь В холмах Не мыслится Превратно Маршрутка Движется Отвратно И я терплю Еще Чуть И я терплю А день Трепло Мордуют В метрополитене Людей Что прячутся От лени В надежде Обрести Тепло Покой Не волит Естество Держинствует Февраль На лицах И снова Натряглась Столица Угреша Сердца Моего Сейчас я гляну А еще Есть что-то Ну это Наше Такое Будничное Булькает Квас И квасится На солнце Жена Пила спички Зачем Три-один Датчане Проиграли Японцам Мир Похоже Столу На голову Япух Совсем Солнце Само По себе Живет В квадрате Конец Июня Тащится И течет Брат Пушкин В полном Неадеквате Беспробудно Бухает И Гончарову Зовет Только она В имении Под Калугой Ни сном Ни духом Точнее Все в прошлом И поезд ушел Ночь Ночь Надвинулась Вампир Прожужжал Над ухом Ухо Отрезано И выброшено Я искал Но не нашел Хим С напряжением Тематики И Помутнением В кавычках Поэтического Окуляра Нашего автора Читатель И слушатель Прозревает В поэзии Владимира Пимонова Много стихов Недельского содержания И недельского Восприятия Иные его стихи Ну вот Например Такие Как мы сейчас Прослушали Стоят на культурном Контексте Порошедших эпох И литературных Реалий Но эти реалии Неразрывно связаны С существующими В материальном мире Людьми С родными И близкими Нашего поэта Которые становятся Персонажами Его стихов Таким же образом В преломлении Художественного видения Когда-то получали Вечную жизнь В пространстве Литературы Евгений Онегин Анна Каренина Тамара и Дима Грей и Астон И еще Некоторые герои Фантасмагории С которыми Я вас сейчас познавлю Интимный Соборок Девушка сидела В углу бар Полутемного Несмотря на Июльский день Снаружи И солнце В зените Интимный Сумрак Заведению Создавали Витражные Окна И невидимые Лапы Рассеивавшие Свет под потолком Подобно пыли Оттого фигуры Немногих Послеполуденный Час Посетителей Бара Порой Расплывались Точно Привидения Готовым Пожалуйста Пожалуйста Растерянно Ответила Меж тем И вообще Нам со мной Парень Объяснила И парень А потом Что это может быть жена призналась Ася. — Эй, брателла, — крикнул Андрей Бармен, — где тут у вас сортир? Все взяли на крик отдвинулись. На выходе в коридоре флегматично бросил ток, пахнув рукой мимо зеркала в темный проем дальних двоих дверей. Андрей обернулся к Асе с победительной улыбкой. Она спала с лица. — Идешь, — осведомился Андрей. Ася молчала и покусывала губы. — Ну, хватит, — внезапно сказал Андрей Бармен. Андрей не юридически ожёстко. Надоели кошки-мышки. Он молниеносно вытянул из кармана старомодный сотовый телефон и нажал на нём несколько клавиш. Ася не успела ничего подпринять. Андрей включил фонарик и нацелил синеватый луч в лицо своей визари. Ася с жалобным скриком отшатнулась и зажмурилась. На стене за её головой не возникло тени. — Что и требовалось доказать, — удовлетворённо заявил Андрей, выключая свет. — Послушай, детка, — снова украдчиво и дружески заговорил он. — Я тебя сразу распознал. Тебе нечем взять чашку. Ты не подаёшь руки, ибо она туман. Не ходишь мимо зеркала, знаешь, что не отразишься. Материализовалась в самом тёмном углу, где меньше заметно твоё появление. — Ну и кто ты? Реальная тургеневская девушка? — Когда ты меня вправду звали Асей, — прошептал расшифрованный призрак по тучу и фочи. — Неужели за всё время, что мы с тобой треплимся, ты не дотумкала, что я такой же, только из более позднего времени? — Не может быть, — скинулась Ася. — Ты же держишь штуку, как это, — и она кивнула на телефон. — А мороженое не моё. Оно тут уже стояло, и я подсела. — Дурочка, это признавая рак телефона. Нокия первого поколения, — снисходительно пояснил Андрей. — Он взорвался в машине вместе со мной, и мне разрешили оставить его при себе для антуража. — Звонить-то нельзя, роминга у нас нет. — Ага, — протянула Ася, ничего не поняла. — Я из-за всегда той в гадюшнике, где ты решила оттянуться, — Андреев смехнулся. Его владелица подложил заряд тротила в машину-партнёра, то есть мою. Он тоже не зажился, а бар сменил много хозяев. У него репутация капец. Но не из-за думи, а из-за привидения. Это ясен пень, а я, — он шутовски раскладился. Сейчас здесь правит баба-зверь, Ираида Гавриловна. Персонал зовёт Ираида Гавриловна, бывшая мерша. Её с поста попросили из-за подозрений, что наркотрафик крышевала, но она отмазалась. Не только не села, но и бизнесом заняла. Андрей покатился на несчастное лицо Аси и резко сменил тему. Ася, раз ты решила в кои-то веки испытать земные удовольствия, почему бы нам с тобой, как это, не слиться на кстати? Ты мне сразу понравилась. Я потому к тебе и подошёл. Но мы много времени потеряли, пока я тебя расколола. Андрею удалось вогнать Асю уже не в тень румянца, а в настоящий жажб. Но я была уверена, что призраки этого не могут, так же, как есть и пить. Ну да, как в анекдоте ухмыльнулся Андрей. Сидят два джентльмена рано утром на берегу речки и ловят рыбу. Один выловил русалку, повертел её в руках, да и бросил обратно в воду. Сосед его спрашивает, «Уай, а у Балов отвечает, подхалу. Тебя просто никто не просветил, как это делается. Нет ничего проще. Надо всего лишь найти себе подходящие тела на время. Их наслаждение передастся душам. Но люди, в которых мы вселимся, как они будут себя чувствовать, обеспокоилась Ася? Вообще так прекрасно, но я умелый любопытный. Похвастался Андрей. «Когда мы их покинем, они ничего не будут помнить, что произошло с ними в течение получаса, часа, а лучше двух, если им потом, конечно, очевидцы не расскажут». Мне без цинизма заявил Андрей. «Смотри, я выбираю хипстера». Он плавно поднялся и заскользил над полом к парню, еле перебиравшему ногами возле сонной девицы. Аня вся дрогнула и понеслась следом. «Андрей, мне не хочется вселяться в его вульгарную даму». «Тогда остается один вариант». Андрей втянулся в тело хипстера, и тот преобразился, бодро задвигал всеми конечностями и небрежно отстранил апатичную подругу. Из дверей внезапно вывалилась мощная фигура. В отличие от посетителей бара, дама в ярко-розовом костюме под Шанель не расплывалась в его лутном воздухе. Судя по многоуровневой талии и слоновьим ногам, вбитым в узкие туфли на шпильке, она была не первой свежести. Однако над молодым и порочным, как у Мерилин Монро, лицом явно поработало не одно поколение пластических хирургов. «Здрасте, Ираида Гаврилна!» пискнул бардер за стойкой. Хозяйка не ответила. Растегивая розовый пиджак и лиловую блузку, она надвигалась на хипстера, сэкхо ухватила его пониже пояса и увлекла в подсобку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лена, я такую характеристику часто подумалась, вот она все может, вот со словом, дать реальную картинку, да, легко, дать фантастическую, да, пожалуйста, дать магическую, ну, сам Бог у меня, вот, то есть все жанры, все, и, как это, стили, что ли, подвластные. Я зачитаю из рецензии. «Згину я, меня пылинкой, ураган сметет с ладони, пел «Срывая горло» Владимир Высоцкий. Что там дальше за ураганом? Похоже, что Елене Сафроновой подвластно заглянуть за грани. В первый раз она проявила это умение в романе «Жители на сфере», вышедшем в 2014 году. У человека есть душа, и чем бы она ни являлась, сгустком энергии, консистенцией мысли или искрой Божьей, сейчас моя душа трепещет, отчаянно цепляет за земной воздух, а его ткань рвется по ниточке. Так начинаются странности на пастыре, где погиб один из персонажей романа, поэт Всеволод Савинский. Фигура весьма мистическая. Возможно, Елена Сафронова выдумала этот параллельный мир, скомпилировала его из данных разных источников, сложила пазлы множества историй, начиная с библейской промене, текил упор силы. Прикрыла глаза, потом открыла, и разница большое ни по чему слова. Но в долю секунды, когда опустила веки, я увидела начертанные на полотнище тьмы огненные буквы. Это похоже на личный опыт, от которого мороз по спине. Вполне вероятно, что на почве нашей литературы в очередной раз расцвел цветок под названием «Магический реализм». Художественный метод, используемый Сафроновой, вполне соотносится с этим стилем. В нем магические моменты, вписанные в реалистическую картину мира. И хотя у Сафроновой нет заморочек в духе мастера и Маргариты, Булгакова или альтиста Данилова Орлова, но есть холодное дыхание другого мира и пристальный взгляд оттуда. Стылый ровный ветер, дул в направлении преисподней, грозя снести живую частицу в царство тени. Я спросил автора, не страшно ли ей писать такие тексты? На что Лена мне ответила, наша реальность порой гораздо сложнее. Вот такая вот наша Лена. У нас четвертый блок, слава Богу. Самый сложный для меня блок. Хочешь, что поменяется? Не, 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 все по плану, все идет по плану. В том месте, где я родился, то есть в том месте, где я родился, то есть в месте моего рождения, однажды пророк умылся, потом открыли месторождение. Угля, вольфрама или безумие? Какая разница, все равно не наша. А пророк превратился в мумию. И о будущем теперь не расскажет. Город Шахтерский, Минская улица, лето, пейзаж неброский, Акация у дороги сутурица, заборов серой доски. Пес завывает протяжно, ровненько, ноты тревоги в мыслях. Солнце прошлось по кустам крыжовника и виноградным листьям. Даль безупречно, в резине ровности, в воздухе гарь и сажа. Нет еще минских договоренностей. Жил додосын, даже. Град обреченный. Это 14-й год, первые бомбежки, как Донецк. На заборе проклятие потомков, под забором трава в ожидании. От беды заслоняет заслонка, небоскребное, хрупкое здание. Пролетают швистящие мухи, птеродактиль назойливый вьется. Из окна выпадают старухи и взмывают ракетами к солнцу. Истребитель ревет над проспектом, серебром осыпается тополь, и судьбы, направляющей вектор, всех спасет и запрячет в некрополь. Приблизительно в это же время, в станице Луганское. Рассыпаются рифмы, умирают мечты и предметы, между буквой и цифрой потерялось военное лето. Между ветром и розой, блокпосты, в сердцевине дороги, с дождинками слезы, обивают полы и пороги. Небо валится креп, на развалины после бомбежки. Дико талится степь, и мяучек, трехцветная кошка. Это все с телевизора. Просто как чумовые смотрели этот телевизор. А потом приехала теща, Лидия Бенедиктовна. Живет уже пять лет у нас. Каждый день стремится туда, назад, на Донбасс. Лидия Бенедиктовна, дорогой моей тещи, когда она бы собиралась обратно на Донбасс. Давайте никто никуда не уедет, и пусть разлукой никто не бредит. И хотя на душе слякотно и противно, нарисуйте на салфетку одну, две гривны. Кто там на купюре? Шевченко или Мадлепа? А может быть, Цибуля или Репа? И снайпер на колокольне голову метит. Давайте никто никуда не уедет. Гастарбайтер. Он пропадал полгода где-то под Выборгом. Отрабатывал патент в качестве дорожного рабочего. Однажды в памяти бабочкой выборхнут. На фоне весны и всего такого прочего. Известка звонил, сообщал сестре и маме, что в жизнь здоровый, каждый раз извинялся. Мама плохо слышала, выпала глазами, а я ходил по комнате, злился и мотюкался. Кто он мне, брат жены, сын тещи, добрый малый, живет с тупой некрасивой бабой под каблучником, теперь мотается по вахтам, по вокзалам, ему так привычно, спокойно и сподручно. И вот приехал посреди зимы в легких кроссовках с огромной сумкой, в которой спецодежда, трусы, полотенца. Здравствуйте, можно я к вам? Я ненадолго. И ладони большие, теплые, в заусенцах. Теща сейчас привеснула руками. Сыночек, Сережа! Наконец-то ей слезам радоваться, но разрешили. Обняла, уткнулась в куртку и шепчет. Спасибо, Боже. А он, дражайтесь, его час назад полицейские покрошили. Светлой памяти Нелли, наш куман. Небось вселенная не рухнет, хотя ангелы наверняка обалдели. Ведь на твою небесную кухню я с конячком к тебе, Нелли. Закуривай скорее сигарету, дым ароматный и чуть торопливый, растворяя души, потолок и предметы. Но, слава Богу, не слышно взрыва. Зима, июль, все смешалось. Херувимов нальем по рюмке тоже. У них ведь тоже когда-то сердце сжималось и молилось за нас. Помилуй, Боже. А сейчас мы здесь, на небесной кухне, стены побеленных, полы помыты. И звезда за окном горит, не тухнет. И никто не забыт. И мы не забыты. Владимир живет в России уже очень давно, как он сейчас сам сказал. О трагедии Донбасса он по большей части узнавал из телевизора или из рассказов других людей. Но не являлся ее трагедией очевидцем. Он упомянул телевизор, да. Но я думаю, что дело не только в телевизоре. Это опять же коррелируется с тем, что когда-то я написала в рецензии на его две книги, поэтическую и прозаическую, вышедшие тандемом в серии библиотека журнала «Отамызу». Как говорил Борис Тимофеевич, я позволю тебе напомнить, книг стихов Володя называл их «Будель и шмельники», а книга прозы «Пастушьи и супки патери». Ну так вот, существует красивая теория, что дети до тех пор, пока не начнут говорить, обладают знанием всего человечества, как прошлого, так и грядущего. Быть может, это владенческое всевидение демонстрирует своему читателю Владимир Пимонов. Он больше чем видит, он знает, что сейчас происходит или несколько лет назад происходило на его родине. Он читает мысли своих земляков и проникает в глубины чувств своего родственника Кастарбайтера и даже в мысли хирургинов. И он умеет донести все эти переживания для читателя таким образом, что они становятся близки и понятны всем, даже людям, не соприкасающимся, казалось бы, с острыми социальными проблемами. Хотя соприкасоваться с ними может каждый, даже тот, кто упорно стремится к эскапизму и предпочитает жить в собственном мире. Об этом жестокое и правдивое стихотворение Владимира Пимонова о горькой судьбе пионера ролевика. Бери маракасу, Володя. Вы дождались, вы дождались. Сейчас будет маракаса. Побили пионера Кастарбайтеры, а может, гопники, подкрашившись незамеченно. Свалили парня, битый по затылку. Он шел за дворками посадскими, дозором обходил поселок Северный. И о весне, о девушках задумавшись, он вражескую посту не почувствовал. Предатель снег нисколько не поскрипывал, предупредительно пернатые не кархали, и даже меч призывно не побряцывал. Лишь алый галстук на ветру ярошился. И били пионера, люто, истого, сынки без роду и без племени, или фанатики джихадом опьяненные, ногами битой, палками-дубинками, и даже его собственным мечом. Лицо он прикрывал ладонями, ладонями, ладошами, ладошками, и где-то между Ладаном и Ладом наш пионер как будто потерялся, точнее спрятался от самого себя. Его нашли уже в травматологии, и слава богу, ничего серьезного, ушибы, гематомы и царапины, и верный меч к кровати прислонен. Друзья, как водится, проведали, но вместо курева и пива зачем-то принесли кефирчиков, и с мясом жареные пирожи. И все-таки, несмотря на такие серьезные и поднятые проблемы и высокую концентрацию боли в стихотворных строчках, творчество Владимира Пимонова звучит заодно, что большая редкость в современной поэзии. Любое количество выпитой дряни она обозначала словами 20 грамм. Созерцатели судили, если портвейн твердо на двух ногах стоит, на одной ноге она и тридвейшая не удержалась, но лицо горит, а смех вульгарный 10 раз по 20 грамм. Если глаза бегают, а ноги преувеличенно устойчиво шагают 20 раз по 20 грамм. Пол пузыря. А если и речи, и смех идиотские, а координация движения напоминает вращение маховика взорванного механизма в воздухе, то мерку 20 грамм необходимо оставить за мелкостью. Считать хотя бы стопками. Трезвая из-за портвейн была даже хорошенькой. Волосы имела цвета портвейна номер 33, налитого в чистый граненый штакан. Глазки голубенькие, щечки, правда, бледные, зато кубки розовенькие и бантиком. Еще имела отца локонавта, мать-учительницу, бабку с дедом в деревне, бабку в городе, незаконченное высшее образование и талант к написанию сентиментальных стихов. Стихи из-за очки подперли в том же возрасте, когда вылезают на девичьей коже нежелательное образование. И вызвано их появление было теми же в сущности причинами. И за Соловьева всегда стеснялась собственной тени. А с появлением на физиономии прыщей и вовсе ушла в скорлупу родительской прежненьки, где в своем углу за шифонером переживала пубертатный период. Удивительно ли, что лирические творения из-за были сплошь посвящены любви. Удивительно другое, были они посвящены любви чистой. То, в чем было отлично, осведомлены, изобелены, активно развивающиеся одноклассницы, ее шокинировало, будировало и эпатировало. Кита кидала в крутую краску стыга. Мальчишки из своего и параллельного класса Изабеллу Соловьеву за девчонку не держали. Не держали и за грудь. Пардон. Видно, поэтому Изабелла созрела как-то кособоко, будто оранжерейный арбуз, над которым погасла лампочка. И писать бы Изи Соловьевой свою наивную лирику. До седых волос примеры бывали. Но на восемнадцатом году жизни, единый раз, преодолев врожденную застенчивость, познакомилась барышня с молодым и, по его словам, гениальный поэтом, на одной поэтической тусовке тот навязался в провожатые и по пути дал себе волю, поливая неприлично сказать, чем изиные целомудренные творения. Однако же проявил великодушие. Пообещал составить протекцию к публикации ее опытом в местной газетенке, где сотрудничал на добровольных началах. Заведовал той полосой, что в этом органе печати называлась культурной страничкой. Изо, как водится, у романтических особ, повелась с полунамека и предоставила несколько стихотворений в распоряжении гения. Газетные волки, как водится, в чистой, в этой среде, за возможность прикола ухватили всеми челюстями, с удовольствием напечатали молодое дарование, поменяли листами четвертую и первую страфу, третью выкинули, вторую концептуально поправили и обмородовали в нечто крыкастое с приговоркой. Ну, теперь у нас изо будет писать по-настоящему. Дурюха млела, улыбалась поверх, еще щербатый цубок. В день выхода газеты ей выдали на руки три номера и объяснили, что творческие успехи положено обмывать. Поскольку в кармане изы обнаружилось 10 копеек, набранный троллейбус, предложили угостить под будущее зашибленные гонорары. В тесной комнатенке, служившей отделом культуры газеты, накрыли старыми номерами несколько фонерных ящиков и выставили поверх шеренгу бутылок портвина номер 33 и батарею банок со шпротами. Шпроты оказались подсохшими, с неважным запахом, но это никого не смутило. Балдеющая от такого внимания к себе и не понимающая, что ее ввели в круг, если не более старших, то более прожженных молодых авторов в качестве пепельницы или плевательницы. Иза выпила из залапанной стопки свои беспрецедентные 20 грамм. И пошла массовка. Девка выглотала одну бутылку 33-го, перецеловалась со всеми мужчинами в компании, стоя читала свои стихи, захотела повторить этот номер, вознесшись под облака, взгромоздясь на ящик, упала с ящика, разбив нос, разрыдалась и попросила проводить ее домой. Просьбу выполнили с невежливой радостью, она уже порядком поднадоела. Конечно, на то, чтобы везти кипятанку домой, ни у кого ни сил, ни времени не хватило. Проводили до остановки, с облегчением всунули в, кажется, твой автобус, и поехала пьяная поэтесса домой, луной освещая маму. Исключительно потому, что дуракам счастье это действительно оказался нужный автобус. Иза попала домой, страшно напугав предков своим видом. И дома долго беседовала с унитазом, о качестве шпрот, портвейна и несказанной пользы их сочетания. Казалось бы, для первого раза хватит? А нет. Прочистив желудок, но не просветлев мозгом, Иза возомнила, что поэтическая среда теперь ее навеки. И, пылая чувствами, столь же добрыми, как и ее стихи, до правки старших товарищей, она постучала в дверь культурного отдела знакомой газеты, как раз в тот момент, когда там открывали тот же номер 33. В честь дня рождения ее протежера. Прошло три дня с первой Изы на пьянке, и молодые поэты, похоже, надеялись, что ребенка домашний запрут в чулан на всю оставшуюся жизнь. Но их надежды разбились об нежнейшую улыбку Изы, вставшей на пороге. «Как дела, солнышко?» А щелец спросил юбиляр, рука которого дрогнула и пролила в пустую добрый глоток ценнейшего сырья поэтического вдохновения. «Хорошо!» кротко ответствовала Иза. «Головка не бобо?» «Плохо скрываясь в речении, продолжу разбросы он же. «Нет, спасибо!» В качестве реакции на спасибо в углу кто-то предсмертно застонал. Из дальнейшего рокору гора выяснилось, что голова Изы не болит, потому что в ней нет мозга. Тогда изобелин покровитель насифонил целый стакан краснотарского зелья, а она, не особо поморщившись, выпила и приняла внутрь еще не одну такую же дозу. А когда вечер перешел границы обывательской имморали, разгораченный юбиляр посадил розовую, пылающую и податливую Изу на колени, поцеловал ее несчетное количество раз, громоголазно резюмировал, да и за лучшуюся его портвейна. Наверное, в тот час родилось прозвище, под которым молодой поэтесса вскоре знала вся березань. Вот такой отрывочек. На первый взгляд она эгоистка, собственница. Моя ложка с черным углублением билку категорически отрицает. Мой нож, самый маленький, заостренный носиком, им удобно картошку чистить. Моя кружка синего цвета, пластиковая ручка отломана. Моя миска, небольшая, с темно-зеленым стандартным узором. Она еще вспоминает мой дом. Все реже, правда, но каждый раз пролдительно. Зачем я уехала? На кого оставила мой дом? Там уже трубы все полопались, и крыша потекла. Этот дом строили мои родители, папка и мамка. А я раствор замешивала. В такие минуты веду себя безутешно. И утешать ее бесполезно. Сорвется, наговорит таких гадостей и глупостей, что неделю потом отходить будешь. Лучше молчать, пока не выговорится, пока не успокоится. Недавно в разряд моих добавились тапочки. Мои тапочки! Искали для нее почти год. Уже почти проблемная, уж очень проблемная, в Идусе нога, с огромными шишками, косточками на стопе. Да и угодите непросто. То фасон не такой, то цвет неподходящий, то резинка давит, или подошва слишком мягкая. А тут случайно, на поездном рыночке, перед Сбербанком, в одной из палаток, нашли. Продавщица особо не настаивала. Но как бы, между прочим, посоветовала, возьмите вот эту пару, на размерчик больше. Но все равно, у нее нога все равно будет опухать. У всех бабушек опухают. А это бабушкинский вариант. Их же сейчас не в каждом магазине купишь. Цена оказалась не то, чтобы подходящая, просто смехотворная. 200 рублей. Принесли домой. Держи, Лидуся, смотрит на небо. Там в Аккурат, над Гранд-парком, если нет туч, появляется Венера. У меня с астрономией вообще никак, но кажется, это все же Венера. Ларис, посмотри, там не появилась моя звездочка, просит она свою дочь, мою жену. Появилась, мам. Лора отодвигает занавеску. Моя звездочка, ласково шепчет Лидуся. Она уже готова расплакаться от умиления. Когда она светит, в душе моей почему-то становится тепло и спокойно. Я смотрю на свою тещу, потом на небо, нахожу там Лидусину звезду. Ну, звезда и звезда. Холодная, слегка подмигивающая и бесконечно далекая. Уважаемые коллеги, не обязательно только. Корова лезла на акацию, да завалилась вместе с деревом, на камень, где ворона с мухами, на солнце нежилась в четверг. И громким капаньем разбужем старуха проглотила яблоко и заикала изумительно, давя отеканием своим. Отвлекшись звуками утробными, мясник порезал острым ножиком свой левый палец указательный и окровавленный встречал. От неожиданности выронил свечу в солому, свечу в солому, местный лавочник и загорелся дом со флигелем, в дыму вся улица сейчас. И зазвенел церковный колохол, и все пожарные попрыгали, телегу с бочками наполнены, но отвалилось колесо. А в это время флот отчаливал от нашей пристани напуганной, и семафорил нюнга с мостика. Вернемся к дождику в четверг. В том смысле необязательная сучка, дорогие друзья, что наш вечер подошел к концу, но нам необязательно прощаться в жизни и терять рукава из беды. Спасибо всем, что были с нами. Я хочу сказать, что много лет назад, когда мы познакомились с Володей и начали делать мою боль в журновую доносу, мы, конечно, были очень наивные и очень трогательные идеалисты. И мы хотели, у нас была какая-то невероятная высокая и такая же идея сохранить русский язык и русскую литературу на постсоветском пространстве ни больше, ни меньше. Да-да-да. То есть, в принципе, то, что, наверное, должны были делать там, наверное, институты, правительства, и так далее, мы с Володей решили сделать вдвоем и продержались несколько лет. Это удивительно. Я хочу сказать, что я, конечно, наверное, как более циничный человек, вообще-то понимала, что наше дело, конечно, обречено на провал. но меня всегда поддерживала удивительная Володина какое-то радостное, чистое, наивное стремление к свету, если можно сказать. Это очень громко сказано, конечно, но все равно. и когда весь этот нашел домысл рухнул, как и многие другие, гораздо более важные, серьезные журналы, литературные, которых сейчас уже и не вспомнишь, мне всегда хотелось, я всегда смотрела на Володю, думала, неужели этой чистой душе удастся сохранить вот этот свет, эту любовь к русскому языку, любовь к поэзии, неужели вот так печально думала про себя, если наша жизнь со своими огромными чатывающими колесами вот таких вот камазов, камазов, которые гораздо лучше над ростом пройдут по этой жизни и от этого света ничего не останется. И вот прошли годы и я хочу сказать, что одно из самых чудесных впечатлений от этого вечера это то, что этот свет никуда не ушел, несмотря на то, что жизнь тяжела и трудна и в ней очень много и горе, и заботы, и проблем и это вот как адвунчик, который нагло прорастает сквозь цемент, сквозь асфальт, сквозь бетон и взрывает его, несмотря на что. И именно поэтому, именно то, что Володя поздно я обратила внимание, что это так чудесно, что люди, с которыми я, свои друзья, с которыми я Володя познакомила, Лёша, Лена, ну и конечно, ну они остались, ты как-то обрастаешь очень хорошими и хорошими людьми, вот, и конечно ваш потрясающий дуэт, потрясающий совершенный дуэт, вот, говорит о том, что так вы видите? Да. В этот билет. Прошу прощения, я вот не сказала о том, что ничего никуда не девается и прорастает. Вот я хочу сказать, что родомысл никуда не делся. Где-то полгода назад мне пришло извещение из агентства по печати о том, что зарегистрированный нами родомысл до сих пор жив и ждет своего реального воплощения в жизни. Продолжение следует...